Братья и сёстры, приветствую вас в этом 2022 году. Такой год дожили, да? Я вчера говорил, у меня этот год юбилейный. Я не знаю, или меня должны прощать, 50-й год у меня этот. Или я должен прощать больше, или меня должны прощать. Но в любом случае, я так понимаю, я должен больше, потому что в Израиле 50-й год он считался юбилейным, да? И там нужно было прощать капитально по полной программе, да? Ну, то есть, должно быть в нашей жизни так. Друзья, вот благословение, что это такое? Ну, само слово благо, благое слово, добрые слова. И вот люди на Новый год, на другие праздники желают тоже, есть человеческие благословения, да? Вот что люди прежде всего желают, да? Ну, я не буду, наверное, говорить что-то новое. Вот, как правило, всегда что желают? Здоровья. Это хорошее же пожелание, правда? Прекрасное пожелание. Когда есть здоровье, ну, материальное благополучие, да? Я тоже бы хотел, чтобы у всех пенсионеров пенсия хотя бы 1000 долларов была. Это было бы здорово. Ну, в реальности нашего времени таковы, что, скорее всего, этого не будет, да? Ну, а что теперь, если со здоровьем проблема? И пенсия не увеличится, и зарплата. Что же теперь, друзья, нам, верующим? Вот, что такое вообще Божье благословение? Что главное? Вот, для людей здоровье для нас, это важно, конечно, мы не можем сказать, что это не важно. А вот с точки зрения Библии, что главное? Вот мы просим о Божьем благословении и водительстве в Новом году. Вот что важно нам? Самое главное, вот что? С точки зрения Писания, мы же люди верующие, поэтому мы свою жизнь соизмеряем с Писанием, со Святым Писанием. А что Господь говорит? Что важное в моей жизни? Ну, а вот, что Господь говорит. Молитва Моисея, просьба Моисея к Богу. Исход 33 глава. С 13 стиха. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобресть благоволение в очах твоих, и помысли, что эти люди твой народ». Господь сказал, сам я пойду и веду тебя в покой. Моисей сказал ему, если не пойдешь, ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Друзья, вот от кого зависело, чтобы Господь с ними пошел? От Бога или от Моисея? Ну, вначале-то Бог пошел, Он вывел их из рабства. А тут дилемма, тут в этой главе описывается, как народ израильский отступил от Бога, да? Что они себе сделали? Золотого быка сделали себе? Аарон сделал, да? И народ стал этому быку поклоняться. Почему быку, спросим мы? Ну, потому что одно из божеств такое было в Египте. Почему, собственно, египтяне мясо и не ели, кстати, говорят про это. Почему народ израильский был, ну, как бы, они не воспринимали евреев, потому что евреи ели египетского бога, говядину, то есть. Но чем-то старые египтяне были похожи на современных индусов. Там на мусорных свалках в современной Индии коровы копошатся, они священные животные, потому что. И вот они сделали этого быка и поклоняются ему, и Господь говорит, ну, раз так, то живите с этим быком, как дальше будет. И Моисей говорит, нет, Господи, мы хотим, чтобы ты нас вел. Если не поведешь ты, то и никуда не веди. Вот главное, чтобы ты с нами был. Друзья, так от кого зависит, от Бога или от человека благословение? Мы должны сказать, что это зависит от меня. Вот, и мы сюда пришли, да, спать хотелось вам или нет? Кому-то, нет? А сейчас, может быть, кому-то хочется. Ну, раз мы пришли 1 января, мы же хотим Божьего благословения, правильно? Вот сюда пришли все герои веры, желающие Божьего благословения, правильно? Мы сюда пришли помолиться, потому что понимаем, что такое Божье благословение, друзья. Это важно здоровье, это важно деньги, это важно дом, это важно посадить дерево. Это все важно, но что самое важное, в чем смысл человеческой жизни? А смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы в моей жизни все в большей степени было Бога присутствие. Чтобы Бог был во мне. Если будешь слушаться меня, то я все остальное тебе дам. Вот, оказывается, главное Божье пожелание человеку, это в чем смысл, даже так можно так сказать, человеческой жизни? Вот есть в человеке и тьма, и свет, есть и грех, и добро. И чтобы мы научились быть на Бога похожими. Это как я могу быть на Бога похожими? Когда заповеди Божьи исполняю, когда по Его Слову живу, когда побеждаю то плохое во мне, что есть внутри меня. Тогда действительно вот это Божье пожелание во мне исполняется Бога присутствие. Вот это главное, чтобы Бога в моей жизни было больше в этом 2022 году. И мы спросим, Господи, как это сделать? Как это сделать? Что зависит от меня? От меня что-то зависит или нет? Ну, а что от меня зависит? Давайте перечислять. Вот, чтобы было больше. Что нужно сделать мне? Что зависит от меня? Вот первый день начался. Как правило, мы желаем с Нового года. Вот все. Начинаем, друзья. Итак, открываю небольшой секрет. Небольшой секрет. Вы это знаете все. Но просто я вот, может быть, кто-то забыл. Большой объем информации сейчас просто перенагружает нас. А секрет заключается в том, что если 15 минут каждый день, всего лишь 15 минут, посмотрите, как мало, если 15 минут каждый день, у вас будет привычка читать Слово Божье, за год вы прочитаете Библию на один раз. 15 минут. Друзья, это мало, да? Или много? Ну, сейчас проверим. Честно, вот честно давайте, вот честно. Скажите, пожалуйста, поднимите руку, кто в прошлом, в 2021 году, находил для Бога 15 минут в день и прочитал Библию на один раз. Поднимите, пожалуйста, руки. Есть, да? Слава Богу. Есть такие, да? Хорошо. Так, кто уделял 30 минут в день и смог прочитать в прошлом году Библию на два раза? Поднимите руку. На два раза. Есть такие? На два. Слава Богу. Друзья, кто 45 минут мог читать? Или, может быть, пропускал один день и потом наверстывал упущенное? И кто смог прочитать Библию три раза в год? Поднимите, пожалуйста, руку. Тоже могу поднять. А кто, друзья, прочитал на четыре раза в год Библию? Есть такие среди нас? Хотел, я стремился, чтобы четыре раза прочитать. И вчера читал Библию, и на книге Даниила остановился. Немножко мне не хватило, не хватило малых пророков. Ну, думаю, ладно, компенсируется тем, что когда я готовлюсь к проповеди, все равно же читаю. Друзья, почему важно нам читать? Очень важно читать. Потому что сейчас появилось у нас поколение, которое рождается с кнопками в пальцах. Знаете, это вот они сидят. Вот они, с кнопками, кнопочные они. Да, да. Вот он рождается. Да, сенсорный, да? Сенсорный, да? Вот, я неправильно выразился. Друзья, читают все в меньшей и меньшей степени вот это подрастающее поколение. Вот эти книги, журналы детские, я не обольщаю их, что их разбирают, потому что я знаю, что дети и молодежь практически их не читают. А кто читает? Мы читаем. Друзья, а для христианина, чтобы духовно возрастать, очень важно читать. Читать. Это формирует речь, это формирует мысли, это формирует наш духовный мир, это формирует наше познание о Боге. Второе послание Петра, оно заканчивается, что благодать и мир доумножатся вам, когда? В познании Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, какая существует вот зависимость. Чем больше я Бога познаю, тем больше благодати я в своей жизни ощущаю. А как? Познаивать Бога, конечно, через чтение Слова Божия. Друзья, когда мы читаем Слово Божье, это формирует и нашу молитвенную жизнь. Это формирует наши молитвы. Мы уже понимаем, как молиться, о чем молиться. Это формирует наше отношение к служению, к своему участию в служении. Мы не можем уже быть безучастными. Поэтому, друзья, возьмите привычку. Сегодня еще не прочитали, наверное, с утра, да? Я не знаю, я сегодня тоже опять в полвосьмого проснулся по привычке, не знаю. Мне моя мама сказала, ты постарел уже. Не знаю. Может быть и так. Надо читать Слово Божье, друзья. Молодежь, читайте Слово Божье. Это очень важно, потому что это будет формировать, как я уже сказал, и вашу молитвенную жизнь, и желание делиться с окружающими о Боге. И не будет этого стеснения, которое бывает, к сожалению, у нас. И в плане посещения собраний в 2022 году, это очень важно. Читайте Слово Божье. Это очень важно. Это зависит, друзья, от меня. От меня зависит. Будет ли это в этом новом году? Это зависит от меня. Но проблема возникает в том, что чем старше мы становимся, тем сильнее колья нашей жизни, и из этой кольи трудно выйти, понимаете? Вот привычка. Вот привык я, и все. Поэтому, друзья, совет следующий. Если вы продержитесь три недели, по 15 минут, три недели продержитесь, три недели, у вас появится хорошая привычка чтения Библии. Вот так говорят. Чтобы появилась привычка, продержитесь три недели, и она сформируется у вас. Я не побоюсь этого слова. Привычка. Это устоявшееся правило поведения каждодневное. Сформируйте это. Друзья, сейчас такое время, что трудно контролировать. Вот раньше как-то контролировались, мы как-то говорили там, в братстве говорили. И сейчас об этом говорят. Но очень сейчас много отдано на совесть каждого человека, верующего я имею в виду. И поэтому, если я не положу в сердце своем мне оскверняться, как Даниил, или как Давид, помните, в сотом салме сказал, буду ходить в непорочности посреди дома своего. Вот если этого не будет в своей жизни, то, согласитесь, оскверняющего материала очень много, который оскверняет жизнь нашу, который выбивает из духовности нас и не приближает, а отдаляет, к сожалению, нас от Бога. Конечно, много планов, много желаний. Мне хотелось бы, чтобы в нашей церкви в 2022 году мы больше могли углубляться в Слово Божье. Я понимаю важность этого служения, служения проповеди. Мне хотелось бы, чтобы проповедовали, подвязались и более молодые братья, чтобы у нас тоже чувствовалась эта вот смена поколений, чтобы мы могли возлюбить Слово Божье, потому что именно Слово Божье, оно оказывает благотворное духовное влияние на всю церковь, на все возраста. Поэтому, друзья, пожелание, чтобы в Новом году мы могли полюбить Слово Божье и в этом возрастать. И даст Бог, мы, может быть, доживем до конца 2022 года, и когда, может быть, не я, кто-то другой спросит, друзья, а есть ли у нас кто прочитал Библию в 2022 году пять раз и поднимут руки. Я читал историю, не историю, я слушал эту проповедь, Николай Степанович Антонюк говорит, что начал или спрашивать, и тоже было так как-то не совсем, а сейчас, говорит, поднимает руку даже, кто восемь раз за год успевает прочитать. Я, правда, не знаю, у меня самое большее получалось шесть раз, но это сложно. Восемь раз, а, говорит, читают целыми книгами, берут, но книги бывают тоже разные, да, есть большие книги библейские, есть маленькие. Это сложно, друзья, но пока глазки наши могут читать, правда, кому-то нужно очки брать, а кому-то очки менять, но тем не менее, пока глазки наши читают, нужно, друзья, нам иметь эту возможность, возможность имеем, да, есть в Библии, и стремление, чтобы мы могли полюбить Слово Божье, да поможет нам в этом Господь. Ну, собственно, все. Вот это мое пожелание для всех нас в этом Новом году. да поможет нам да поможет нам в Библии, поможет нам за вибриим,